всем привет 11-летний мукбанг арбуз черешня мектаринки хурма спереди еще лежит если не взялась в магазине когда хурму увидела очень вкусно мы одну съели что начнем всем приятного аппетита такая аппетитная черешня арбуз стать очень сочный поэтому именно по соку а на вкус не знаю сейчас попробуем по цене я говорю кости что стали фрукты дешевле у нас все это вышло на этом тебе еще черешня остался дальше черешня осталось на 500 рублей тогда как тебе сладкий арбуз сказали азербайджанский что ли какой-то очень сладкий масса арбуза стоит 45 рублей за килограмм а черешня сколько черешня по моим 250 вот одна черешенка упала стакан сады арбуз вкусный ароматный но кажется и по вкуснее бывает сезон не сахарный да когда в сезон они бывают по вкуснее еще но в принципе уже нормальный кушать можно так у нас получилось поехали за хинкали хинкали мы хотели изначально все снимать хинкали тут заехали в один магазин нету другой нету потом арбуз у нас увидели телефончик комментарий сегодня почитаем ваша до попробуем нектаринку отбой пишет привет привет а вы только на видео так хорошо друг другу относитесь или после видео тоже конечно же нет как по-другому не знаю плохо в основном всегда какие на видео мы в принципе такие же и в жизни надо бывает когда мы ругаемся это понятное дело очень вкусный нектарин сочный да здесь в соку оторваться невозможно и в айска не лезет и тут не интересно отец не с этими могут поиграть черешни то вообще мне кажется сколько мы идем канал третий год 2 на погоду будет наверно в этом два года будет тяжело долгое время обманывать пример и строите себя кого-то тут принците черешни правда наоборот мне кажется если хочешь развить свой канал и подписчиков то что нужно делать такой хайповый контент да там какие-то ссоры еще что-то люди наоборот это любят смотреть и не очень такое люблю смотреть ты нет а другие любят любят ну если судить по просмотрам таких каналов ну хорма конечно бомба я зимой такой вкусный не ела и не вяжет кстати да вообще не вяжет сладкая такая сочная черешня как тебе после арбуза она не кажется такой сладкий ну вот хрум попробуй из всего что здесь есть корма конечно выигрывает снежана одна уже съела по пути не удержалась и и помыла домой зашла ему поехали дальше по магазинам нос тут тоже продвигались форме дальше читаем вопросики смр герлс пишет кости как насчет поесть дуриан это большой фрукт со специфическим запахом это прикольная идея смотрела видео как люди его едят чуть-чуть у него запах ну специфически кто-то говорит что очень вкусно ну что запах есть запах то чего или ты не знаешь ничего чего неприятно он пахнет так то можно попробовать заказать его да где-нибудь наверно можно да я видела можно сказать его говорят надо резать и прям сразу есть и что каждый дуриан пахнет по-разному на вкус он разный какой-нибудь не спел попадется это сережа даже наварская видела у них дурианами я тоже понял что это такое мне хурму оставил как тебе хурма то классная да вкусно очень может это какой-то такой сорт что сейчас она как раз растет поспевает вернее я еще дыню хочу такой как летом прям знаете чтобы сок тек такой наверное сейчас не будет маленький ты помнишь мы видели но мне кажется они не такие вкусные торпеды говорят самые вкусные да дыня для меня да их всего по моему как ну насколько я знаю два вида вот такая обычная которая кругленькая и длинная торпеда какое название торпеда есть еще какие-то там смеси помнишь мы тогда ели арбуз какой-то желтый как дыня на море ели еще что-то да а с чем он был но мне очень вроде понравилось да это дыня с арбузом смешанная здесь косточки первый арбуз в этом году нет у меня не первый я ела ну спарта заезжали нарезаны брала кусочками ты не пробовал ну пробовал же не вкусно же было ну нормально лина михайлова скажите и попробуйте конфеты из гарри поттера с разными вкусами я видела эти конфеты они продаются в торговых центрах это же прикольная идея и где-то на валберсной зоне да можно заказать на валберсной зоне тоже есть да там например или трава или там я не знаю как там правильно например или сопли как они это сделали я не знаю или вкус рвоты там или попкорн жестко да попробовать можно конечно тоже снять ну это надо вдвоем надо есть одинаковые там вкусы берут одновременно да и сравнивать ммм черешня кажется не такой сладкий после арбуза да сама по себе она уже на вид красивая большая пишите кто пробовал эти конфеты от гарри поттера правда ли там какие вкусы по любому у нас кто-нибудь из подписчиков такие пробовал еще видела прям в форме игры продается круглая такая штучка стрелочку крутишь и у тебя падает на какую конфетку тебе взять вкус вкус так интересней не помню тебя видела это классно знаете еще как идея для подарка кому-то на день рождения необычно вообще необычно сейчас столько всего необычного это именно для подарков и необычного как и 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 рак раки там тоже так же я кости показывал на днях осьминога помнишь девушка готовила осьминога просто огромный она в час отваривала а сначала его отбила если он будет вот такой целый не он не смогу есть как-то неприятно не столько нарезанный кусочками карпаччо сделала тонкими слайсами потом нарезала вот его и щупальца вот эти на такой хорошо отбила потом с каких-то специях варила целый час она говорит что если его плохо отбить он будет невкусный жесткий интересный тоже это экзотическое я таких-то маленьких не могу попробовать такой это же прям так целые едят китае в корее где-то живот живых едят программе даже показывали орел и решка что это опасно очень ведущий там появился аж пробовать долго жевать было в чем в кайф вот этого то что съел он живого осьминога да вообще не знаю там наверное вкус даже неприятно и животного от этого жалко тебя посадить его есть тогда идем после дождя столько червяков на улице столько червяков давно не видела жасмин пишет обязательно снимите дыню и арбуз пожалуйста жасмин обращать тебе привет мы снимаем арбуз дыни нет нари пишет привет привет попробуйте острый корейский рамен я вот прям острый ни разу не ел ты ел нет мне кажется как он рамен рамен как правильно называется косточек конечно много до маленькие они их много интересно есть арбуз без косточек есть вкусный нет интересно на кластике арбуз или дыня и в чем в конец ты был он объяснил почему арбуз или дыня нет не объяснил какой-то свой прикол там придумал сам голове у себя никому не сказал самый да неинтересный холостяк был за последнее время завершающая серия так вообще из всего что здесь было мне понравился арбуз нектаринки и хорма вот черешню мы до этого брали в другом месте вкуснее было или она просто кажется после на фоне этих фруктов да в итоге тимати достался с этой нет есть ли они мне кажется все это шоу она коса на испанском каком-то шоу еще была музыка не было таком же что какой там шоу был была уверена что он выберет маша и месяцок пройдет все забудут и все можно разбегаться точно я хочу вот так вот сделать и взять серединку арбуза место все макушки я помню раньше так половинку возьмешь ложкой весь центр арбуза так съешь самое вкусное да это любимое занятие было ложка арбуз есть и кассеток дело кости еще сегодня говорю давай с ними мороженое не хочу мороженое разное пишите честно не охота мороженое так его много не съешь он сладкий холодный маленькие там арео снегки с баунти и модемс каждого напополам не подважа мы это все не съедим у нас получается половинка арбуза дать два половинка и вот еще половина две там одна четвертым к остался так любая пишет привет ребят в следующем видео скажите пожалуйста не болел ли живот у кости после сурстреминга нет нормально все было тоже сколько видео назад было как видите я живой все со мной хорошо все вопросы были так заскринила этот вопрос или нет вот светлана а светлая светлая пишет светлая светлая кости ты молодец только как эту банку потом довезли на дом в открытом виде мы никуда не повезли мы ее оставили там где снимали на природе потому что я даже когда уже ехал потом от меня пахло вот этим запахами очень сильно руки три раза мыл зато никак не отмыл и доску на которой кости ел он оставил в гараже потом не стали мы это все домой там забирать ну что нельзя отмыть то есть дерево что вот это запахи впитывает все оставили потому что запах неприятный был все-таки очень и надо на большую компанию заказывать получается снимать на типе челленджи что кто сможет есть кто не сможет так интереснее да и кто вообще какую реакцию свою проявит я вообще слабенькая такой классный период лето до фрукты начинаются но все-таки знаете ягоды из домашнего огорода не очень сильно отличаются они более насыщенные вкусно и свои когда сам собираешь на цене я все серединку ворую помню мы в том году поехали на природу шашлык жарили купили огромную дыню торпеду когда до нее дошло дело все уже наели шашлыка ее уже никто не хотел я вспоминаю момент я тогда не хочу она была такая вкусная вот как я прям люблю такая прям вот конец лета уже не был сюда поставить конец лета уже был она была настолько сочная тут салфеточка сок впитала фрукты надо покупать и есть отдельно от мяса мне живот кричит у меня уже наполнился как шарик этим арбузом надулся больше отпишет снежан если у вас будет мальчик наверняка перехаживать будете осталось да совсем немного перехожить я говорю если хочешь родить или какую-нибудь нагрузочку дай себе ты думаешь что все правда мне кажется мышцы да если будут в тонусе ну хотя не знаю валерия куликова снежана здравствуйте снежана кости здравствуйте привет привет скажите пожалуйста были у вас такие 40 после которых хотели развестись видео очень понравилось вот такого чтобы я говорила я подаю на развод и бросала там кольцо у нас мне кажется ни разу такого не было нет не было тоже не помню чтобы вещи мы собирали тоже ни разу не было мне кажется могут какие спокойные или нет я вот не человек который вот есть люди которые любят даже не любят это как как правильно сказать которые ругаются и как-то потом у них все это быстро проходит я не могу ругаться и потом чтобы меня в душе ничего не оставалось на плохие вещи друг другу говорить по мне кто-то все это говоришь надо немножко думать потом померяешься все сказанные слова и же обратно слов не воробей вылететь не поймешь на зайца нет нас не болтала да это уже не припоминаю вот так если поругаемся чтобы сам сразумеримся мне кажется если в отношении зашла тема разговоры разводе это уже очень плохо какой-то бесконеч причин нужно быть блин я объявлялся снижать честно говорю все время торопится я тороплюсь за ним ты не торопись за мной а зачем ты за мной торопишься я все съемте ведь достанется мне вопрос 4 это я же еще кушу я просто говорю что я наелся вчера мы ведем с ним аллея спускали для чая напилась конфетками мария швец пишет привет с жаной кости хотите в будущем отдать ребенка музыкальную школу и какую-нибудь секцию привет большое спасибо за вопрос спортом каким-то надо заниматься все равно тут была и физическая активность какая-то дисциплина это вчера вспоминал что наверное если бы я не занимался лыжами то возможно я бы стал курить потому что все в окружении кто вот были ну и друзья и знакомые все в основном куридача да сейчас вообще многие курят я вот этот период как раз как сказать юности прошел то что я не курил меня наверное это удерживал все равно и тренировался занимался а сейчас это уже не охота я уже понимаю мне кажется если мы с тобой не курим и зачем ваш ребенок будет курить нет вообще про себя говорит а это как уже да как воспитаешь а ты думаешь что у тебя вот именно спорт мотивировал потому что курить вам нельзя было курить нет можно очень многие думаешь не курили что постоянно так уж нет музыкальная музыкальная школа наверное мальчика вряд ли да лучше в какой-нибудь спорт на скрипку но нет если конечно у ребенка самого будет тяга музыки то конечно не скажешь нет ты не пойдешь скрипать будет когда пародия где-то видел в однажды россии что ли там семья борцов а он этот на больные танцы там или на музыку на какой-то это все позор семье это ха родители сюда сюда ну так же своеобразно прикольно чем будем еще что-нибудь кушать еще вишенку поесть и смотришь как дети загружены на школа потом одна секция другая секция нет наверное все таки одну какую секцию и основатель как видела в группе какой-то девочка с собой покончила зачем стала записку написала что она не оправдала ожидания родителей учебе то ли 8 или 9 класс ужас да это ужасно родители значит давили так но я думаю что не надо ребенка ругать за плохие оценки оценки в школе еще не влияют на то чтобы ты в жизни будешь обеспечен хорошо жить как правило это все бывает наоборот кто был зубрилами отличниками есть отличники а из зубрила да есть кто просто понимает как это делается ему легко удается а те кто заучивает это как бы в этом пользы нет вы заучили через месяц вы это забыли и ну и все вы в этом надо в саму суть понимать что вы учите да какой-то процесс или еще что-то катилась он не просто это выучить и рассказать чтобы конечно обжоры сток арбузы съесть поэтому нельзя детей ругать за оценки как я думаешь как я считаю какой стресс дать ребенка его приучают тому что он должен по пятерке четверки получать и раз так ему два ягоды ты плакал школе из оценок не было пофига естественно поставили поставили все я такой был маленькая сказать на стенке короче без разницы был но неприятно конечно бы когда получаешь нажить и перед родителем это уж конечно перед родителем надо как-то же оправдаться не они же все равно не скажут двойку получил молодец сейчас еще электронные дневники раньше что дневники прятали листочки вы дирали а сейчас все у родителей в телефонах уже не скроешь но может уже так и не ставят из-за этого раньше например поставил поставила на учителя забыл сейчас если поставил то все уже открыт там и родители будут никто и разбираться миссистое черешня миссистое снежана елась очень было вкусно и объелась будем прощаться я думаю да спасибо что смотрели ролик до конца не забывайте написать свои комментарии поставить лайки нам будет очень приятно всем пока до новых встреч